Я всех приветствую на своем канале. Радость-то какая! Приехало наконец то, что я уже давным-давно вам анонсировал, давным-давно ждал, и оно уже здесь. Я думаю, внимательные уже мои зрители поняли, что это такое. Это спаун. Это тот самый спаун в Слипкейсах. Это первое, наверное, издание Слипкейсовское, которое у меня есть в коллекции. У меня в Слипкейсе ни одной книги нет пока. Ну, уже есть, как бы и не одна. Поэтому погнали. Блин, жарище? Третий или четвертый день? Духота? Я хожу вообще по хате голый, но, блин, на запись уже решил немножко приодеться, чтобы все культурненько было. Но очень сейчас жарко, я еще в черном, а черный цвет тканин впитывает вот это все, поэтому постараюсь быстро. Надеюсь, с ума не сойду. Надо было воду себе взять, холодненькую. Ну, ничего, разберемся. Итак, поехали. Вначале открывает открывает этот концерт на разогреве. Хотя, такую книгу на разогрев тоже не поставишь, потому что она очень крутая. Тут все, что приезжает, крутое. Но, тем не менее, для разогрева я выбрал Супермен и Бэтмен Омнибус. Вот такой вот Омник. Такой вот толщины. И вот разворот. Супермен и Бэтмен Омнибус. Тут у нас несколько авторов, несколько художников. Знаковые такие имена, я сейчас прочитаю. Джефф Лоэб, Алан Бернетт, Эд МакГиннес, Итан Вэн Скайвер. Художник очень крутой. Так. У меня на самом деле от издательства Азбуки еще до войны брал себе Бэтмена и Супермена. И, по-моему, как раз таки перед войной мне они приехали. Где-то там одна из моих последних распаковок довоенной. И я их планирую продавать. То есть, опять же, направляю всех на свою инфту, на свою страничку. Там скоро будет аукцион, с этими комиксами. Поэтому, кто хочет урвать, те милости просим. А тут у нас, естественно, больше. Потому что у меня там три тома. И они три вот таких вот харда. Такой вот толщины. Они довольно тоненькие. Но тут вся серия. Плюс это не один омник. Их два. И второй мне уже почти приехал. Он скоро тоже будет у меня. Может, на той неделе уже сделаю распаковку. Там еще много еще приедет. Начинаются как раз таки вот эти приезды. То ничего-ничего не было. Тут теперь опять все приезжает с копами. Надо это все забирать. Поэтому на следующей неделе тоже буду вам показывать много чего интересного. Итак, у нас тут что содержится-то? У нас тут Супермен и Бэтмен с первого по сорок третий номера. Супермен, Бэтмен и Ньюал с первого по второй. И Супермен и Бэтмен Secret Files and Origins 2003 год. Первый выпуск. Это вообще, да, это 2000-е года. Вот 2000-е года, блин, как я обожаю этот период вот в истории комиксов, в истории даже не только написания, но и рисовки. Вот 90-е, там, крутой период, очень. Я вообще 90-е люблю. А 2000-е, вот именно в эре комиксов, я просто обожаю. Поэтому, если я вижу, что какая-то там история про знаковых героев, которых я привык читать, выходит, там, умник про них 2000-е года, то по-любому беру, потому что я уверен, что тут фигни точно не будет. Тем более, эта история, она очень расхваленная. Дуэт Супермена и Бэтмена это не то, где они в Инжастис, там, рожи друг к другу хотят бить, а именно они тут в дуэте. Ну, конечно, может не без конфликтов, потому что, зная Бэтмена, но, тем не менее, этот дуэт, тут они действуют вместе, как один кулак, и тоже там у них совместные герои, там и Лекс Лютер со стороны Супермена, и Джокер со стороны Бэтмена, все их знаковые вот эти персонажи и друзья и так далее. То есть, будет очень интересно. Почитаем по-любому. Ну, разогрев, пора заканчивать, потому что сейчас основная тема у нас пойдет про спауна. Спаун, оригинал, коллекшн, делюкс, эдишн, пять книг приехало. Я заказывал на день рождения себе пять книг в слипкейсах. И вот они дошли. Вот такая вот арматура. Максимально увеличенный формат. Если сравнить, сейчас как в одной руке это все буду держать, надеюсь, не упущу. Вот Омник сравнить от DC, да? И вот какой вот этот вот формат книги спауна. И они все такие. Это просто жир. Это, ребята, я просто в шоке, что у меня наконец-то оно есть. Я давно мечтал собрать спауна. Там, на самом деле, очень продолжительная серия этих книг. Очень продолжительная серия. По-моему, сейчас она насчитывает уже вот 300 с лишним, может даже почти 400 выпусков. И плюс ко всему там еще и спин-оффы, и кинг-спаун, и, короче, разные там еще ответвления от этой серии. Но вот это вот тот оригинс, то, с чего все началось, то, как придумали спауна, как он вообще вышел, так сказать, в свет. вот такая толщина. Тодд Макфарлейн, это очень крутой чувак, это автор спауна, это тот чувак, который его придумал, из-под его пера вышел этот персонаж. Причем, замечу, что Тодд Макфарлейн, он не только автор этих вот книг, он еще и художник. Потом его подменил, по-моему, другой художник, и Макфарлейн только писал, но в начале, вот, не знаю, может быть, первые два вот эти вот харда, может, первые три, но, короче, большую часть выпуска, вот, первых выпусков он рисовал. Долгий период он был художником спауна, потом его уже там стали заменять. Но автор он и по сей день. Этот же Тодд Макфарлейн подарил нам как раз-таки крутой омнибус по Человеку-пауку. Его авторство, его, можно сказать, мини-серия Тодд Макфарлейн, Спайдермен. И я недавно распаковку показывал там, где он с Рассвахой на обложке, еще в стиле такого Вьетнама. Очень прикольно. И он там и художник, и автор. А есть именно продолжающиеся серии, ongoing серии омнибус. Он намного толще, чем обычный Макфарлейновский. По-моему, у него там 12 всего выпусков у Макфарлейна было в серии. А вот этот толстый из ongoing, он получается в паре с Дэвидом Микелейне. То есть, Макфарлейн там, по-моему, рисует, а Микелейне автор. И они же придумали Венома, короче. Они там впервые задействовали Венома. У меня этот омник есть. Он есть от издательства Камильфо, еще очень давно куплен. И, по-моему, запакованный стоит. Я так его и не читал еще. Хочу пока подсобирать немножко паучков. Но вот Макфарлейн очень крутой чувак. И респект ему, респект реально за вот такое вот. А кто еще не знает, у него еще есть собственная компания, собственный бренд Макфарлейн Тоис. Это игрушки, это вот коллекционеры, есть, которые собирают комиксы, как я. Есть, которые собирают бабочек и жуков, как браток. А есть коллекционеры, которые любят собирать статуэтки, игрушки, известных персонажей. Поэтому крутой чувак. Однозначно молодец. Он постоянно посещает комик-коны, постоянно общается с своими фанатами, подписывает автографы, короче, комиксы свои. Вот. Ну и напоследок пятый том. Пятый том спауна. Что еще хочу сказать про них? Это я так пока говорю в основном про авторов. В каждый такой том входят, если я не ошибаюсь, по 25 выпусков оригинальной истории. То есть у меня получается 125 сейчас. 125 и выходит шестой том, точнее уже вышел. Я его еще не заказывал, но закажу, потому как реально надо успеть его урвать себе, иначе налетят, разберут, его больше не будет. Знаете почему? Потому что вот эта серия спауна, она была зарепринчена только вот недавно. Она 10 лет, как уже была out of print, или же там можно было найти, но по очень заоблачным ценам просто. Ее раскупили, очень просто размели 10 лет назад вот эти 5 томов в слепкейсах и размели. И долгое время что-то не перепечатывали. Видимо там думали нужно, не нужно, будет ли это выгодно. Сейчас перепечатали, и тоже народ налетел, народ начал собирать серию опять, кто там не успел, кто возможно же новые читатели подросли тоже. Вот я вот, так сказать, новый читатель. и понял, что скоро этого опять не будет. На прилавках скоро пропадет этот спаун, поэтому я взял сразу вот эти 5 выпусков. И видимо, тоже, так сказать, свои монеты помог продвижению, и они выпустили 6 том, может быть еще и 7 будет, может им и дальше продолжат выпускать, дай бог. Это будет очень круто на самом деле. Поэтому 6 том тоже буду заказывать. 6 том, тем более, это первый принт, первая печать. Ранее он не выходил, выходили только эти 5 книг. Поэтому, поэтому 6 могут забрать те старички, которые тогда размели вот эти 5, у которых, скажем, они уже есть, и могут просто его забрать быстрее, чем вот эти вот 5. Очень прям доволен, очень горжусь вот этими зданиями спауна. Сейчас я вам покажу на примере на примере 5 части, как оно вообще выглядит, как его отсюда вытащить и так далее. Почему на примере 5 не на 1? Потому что 5 была в термоупаковке уже такой порванной. Была какая-то такая разодранная термоупаковка. Хорошо, что тут без шрамов на книге, на самой, но я решил ее, так сказать, раздеть и немножко полистать. Вот тут она у нас вытаскивается. Кстати, еще, что хочу сказать, вот эти вот глаза, они светятся. Они светятся, да, реально, они выбирают цвет. Вот это вот, вот это вот, фиолетовая часть. То есть, тут фиолетовая, там, желтая, вы видели, синяя, красная, зеленая. И, по-моему, оранжевая будет в шестой части, в шестом слипкейсе. Так вот, они выбирают, они вот так вот копят свет и потом, когда они целый день его накапливали, ночью они немножко будут тебе сверкать. Ну, как немножко, они так туслинко светятся, но если ты будешь, например, целенаправленно подносить там фонарик и вот так вот светить в этот глазик, то когда ты выключишь свет, глазик будет просто фигачить светом. Я наделал несколько фоток, сейчас я вам тут вот где-нибудь их вот тут размещу, оставлю, вы на это все посмотрите, потому что я на самом деле офигел, они реально вот фосфорицировали вот эти спауновские глаза. Но, подмечу только, что несмотря на то, что тут там фиолетовый цвет, что все цвета тут разные на самой книге, светятся они, как вы могли уже на фотках видеть, они все зеленым, то есть как спаун светятся. Ну и давайте вытащим. Так вот она, такая как какая-то коробка из-под обуви, только очень тоненькая обувь. пахнет еще такой свежим, свежим изданием. Вот сама книга. То есть она тут тоже такая же, то есть как на сливкейсе, так и тут. Обложка, ну, такая строгая, прям я бы сказал. То есть ничего лишнего, ничего такого пестрого. Спаун обычно ассоциируется с такими яркими обложками. Чуть кепарик себе не сбил. Спаун ассоциируется с такими яркими пестрыми обложками, там разная демонщина, дьявольщина, короче, он же там сам по себе, можно сказать, из чадя и зада. Ну там очень такая длинная история, не буду пока всего рассказывать, прочитаем потом. И борется он со всякими демонами. Вот, поэтому там всегда обложки крутые. Но каждая обложка, ее можно заметить тут. Они все тут собраны. Теперь, если открыть и показать вам... Ну это уже, кстати, рисовка не Макфарлейна будет. Это уже его подменил здесь уже в пятом томе. Сейчас скажу, кто. Я знал этого художника, где-то... А, Анхель Медина, он рисовал еще Amazing Spider-Man там, 700-ые, по-моему, мира, или после 700-ых, не, по-моему, после 700-ых. Ну, в общем, такой необычный художник. Сейчас я вам что-нибудь такое прикольное найду. На самом деле тут прям очень крутые работы. Вот, можете заценить. Сейчас что-нибудь еще поищем. Кайф. Ну, рисовка просто кайф. Тут Анхель Медина, старается быть похожим на Макфарлена, потому что у Макфарлена такая была рисовка довольно интересная. Вот они просто рождены рисовать всякую такую дьявольщину, демонических созданий и так далее. это прям очень круто. Вот такие вот обложки выпусков. Спаун. так она трещит эта книга и такой запах прям от нее новая. Шикарно просто. Блин, каждый рисунок это просто шедевр. Можете сами посмотреть. И это только пятый том, а сколько там всего еще? Такой прикольный дедок. Морда. Оу, май, что тут происходит? Такие вот демонические дамы. ну вы поняли. Вы поняли, что здесь происходит и блин, книга на самом деле шикарная, просто шикарная. А мне уже настолько жарко, что я буду заканчивать. Подведем итоги. Это просто гордость. Это реально гордость. Ну не коробка, коробка тоже, а то, что в ней находится. Блин. Это уже next level просто. Если я думал, что next level это когда мне приехал в Final Crisis толстенный омнибус, то спаун это совсем другое. Спаун это другое. Поэтому вот такая у нас была распаковочка. Будем это все почитать, будем это все вам показывать, рассказывать и ждать новую. Так что я думаю, что где-то через недельку мы с вами снова увидимся и снова покажу, чем мне приехало. На сегодня пока все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте сам баб. Всем пока.